Прежде чем вы завели своего ребенка, вы подумайте, для чего вы это сделали. Это ваш ребенок, это ваше будущее, это ваша сущность. Это не то, что вы где-то там прокосячили. Нет, дорогие мои, такое не должно быть. Потому что я прекрасно понимаю, что случилось, да? И кое в чем я тоже начинаю быть ограниченным. Но я понимаю, что такое ребенок и что значит он для меня. И поверьте мне, если вы здраво подходите к образованию вашего ребенка, то вам надо так же и работать. И почему такие мысли возникают? Да потому что я понял, да и мне сложно, да и по сути я должен на себя убить большее время. Но нет, в первую очередь ребенок, а уж потом я. Потому что это моя цель, другой я не вижу. У сына должен быть отец и должна быть мама. Походу не все такие, но по сути я не трачу столько сил и энергии. Зато я получаю результат. Человек растет и растет на моих глазах. Со своими косяками и недостатками. Ну и мы с этим боремся. Боретесь ли вы, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы он стал круче, чем я. И это будет тема. И поэтому английский, и поэтому немецкий, и поэтому китайский, и поэтому школа Васиной. Мы с вами говорим об очень странной ситуации. В этом году, по-моему, люди начали экономить на детях. Это правильно или не правильно? Наверное, конечно, нет. Почему? Потому что самые такие правильные инвестиции, которые себя окупают, это, конечно, в образовании детей. Потому что хорошо воспитанный и образованный ребенок, конечно, вернет все это своим родителям и своим вниманием, и своим отношениям. И, наверное, материально. Потому что он будет хорошо наверняка зарабатывать и поможет не только своей семье, но и своим детям. Причем я говорю, что Ваши ценники не такие уж большие, да? Это даже очень маленькая сумма, по сути, то. Ну да. Наверное, одна из самых низких в городе. Потому что мы исходим из того, что, конечно, у нас это не коммерческое предприятие. В первую очередь это образование детей. Поэтому мы стараемся, конечно, исходить из возможностей родителей. Мы очень даем им возможность рассрочки и всякие социальные программы, которые действуют, если ребенок воспитывается без отца или у него есть опекуны. То есть надо понимать, что Вы не являетесь коммерческим предприятием, по сути? Да. Именно наша школа – школа дополнительного образования. Она называется некоммерческой организацией. Поэтому обучение детей – это наша основная обязанность. Потому что тема очевидна. Уж поверьте мне, не в каждой школе с Вашим сыном, либо с дочкой будут так заниматься. Здесь смотрят и подбирают результат для каждого. Потому что это принцип школы Васиной. Мы найдем составляющую Вашего успеха. И не говорите, что человек не умеет. Человеку нужно знание. Потому как в любой другой стране люди спокойно беседуют на своих языках. А некоторые общаются и на нескольких. Важно понять это. А чтобы понять, так это просто. Малыша своего отвезите за бугор. И поймите, что в детстве они прекрасно понимают друг друга без переводчиков. Вообще. То есть чем раньше, тем лучше. И, кстати, сделать это можно и тогда, когда школа еще и не светит. И мы это сделали в школе номер 56. Вход, правда, слева. В школу Васиной. И вот мы с супругой спорим. Я говорю, что моему сыну нужна 33-я школа. Она говорит, что нужны другие школы, которые, может быть, ему дадут что-то другое. Может быть, такое случится. Но не знаю пока сегодня и сейчас. Самое главное, то, чем у меня дала моя школа, я научился говорить на английском языке. И благодаря этому я немножко чуть-чуть больше вашего знаю. По одной простой причине. Потому что на русском языке это всего не сильно большое количество читателей википедии. А вот большее количество работают на английском языке. Гораздо большее количество. Раз в 10, а может быть, 20. То бишь, это есть мое понятие, как прогнозировать ситуацию. Если это будет у моего ребенка, а если он еще и научится по-китайски говорить, то что об этом говорить? То есть я тогда перед ним сниму шляпу.